Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске Ирина Меладзе и Альбина Чнабаева. Сегодня я снова посмотрел очередное интервью с Ириной Меладзе на канале России. Передача у Бориса Корчевникова «Судьба человека». Все мы уже с вами знаем, что Ирина Меладзе уже была гостем этой программы. И всё в подробностях и в деталях, насколько ей позволяло его воспитание, рассказала про всю эту ситуацию. Но так как мы с вами знаем, что скандал с фамилией Меладзе не угасает уже который месяц, по понятным нам причинам Борис Корчевников решил в очередной раз пригласить Ирину и всё обсудить. Если честно, я думал, что там будет больше про Ирину и как-то они не будут касаться всей этой темы, но нет, всё-таки они поговорили про всё, что сейчас происходит, но обо всём по порядку. Во-первых, я хочу сразу выразить своё уважение и благодарность, насколько же она была деликатной, тактичной, воспитанной, культурной. Вот когда я смотрю на неё и когда я сравниваю Альбину Чнабаева, вот простите, это просто вот небо и земля, насколько вот всё-таки они разные. А всё почему? Потому что Ирина Меладзе, она человек не из шоу-бизнеса. Видимо, в ней сохранились вот эти все человеческие качества, которых у людей в шоу-бизнесе просто нет. Когда приходят слава и деньги, это всё они теряют в момент. И разница колоссальная. И мне очень было приятно смотреть это интервью. С огромным удовольствием, на одном дыхании послушал. Ну и когда, конечно, там зашла речь про всю эту тему с Константином Меладзе, Ани Лорак, вот эта вот вся история, которая произошла, собственно, у Бориса Корчевникова. Он задал вопрос Ирине Меладзе, как вы считаете, обманывает ли Ани Лорак всё то, что она сказала, правда или нет. Ну и здесь вот, конечно, сразу Ирина Меладзе почему-то начала рассказывать совсем другую историю о том, как многие женщины, она имела в виду, конечно, бывших участниц группы Виакра, которые пришли в шоу-бизнес и в эту группу конкретно с одной целью найти себе богатого мужика. И, в принципе, она абсолютно права. Мне понравилось, что она, знаете, вот говорила такими фразами, как будто с языка снимает. Охотницы, девушки, которые играют без правил, беспринципные. Вот всё прям то, что я хотел бы сказать. Вот у нас с ней в этом мысли сходятся. И вот она начала рассказывать про одну участницу, которая якобы сама там домогалась этого Константина Меладзе. В общем, такая рожённая девушка, которая шла наперекор всем, не смотрела ни на жену, ни на кого, иду к цели, не вижу преград. Но она почему-то не назвала её фамилию и имени. Но единственное, что она сказала, что я не хочу назвать её фамилию, потому что она многодетная мать, и она достаточно публичный человек на сегодняшний день. И я сразу предположил, что многодетных матерей из бывших участниц только две. Это Надежда Мейхер и Анна Седокова. Надежда Мейхер, насколько мне известно, она не настолько медийна, как Анна Седокова. Поэтому я склоняюсь к версии Анны Седокова. Я считаю, что именно о ней она рассказывала. Но про Анну Седокову мы много всего слышали. Об этом рассказывал и бывший охранник, и Алёна Венинская, и многие участницы, которые с ней работали в одной группе. Они все говорили как один, что Анна Седокова, она такая охотница, которая ищет конкретно хорошего, успешного мужика, чтобы обеспечить себе светлое будущее. Она не единственная в этой группе в целом, в шоу-бизнесе, и не только в шоу-бизнесе. Таких девушек много, но очень много времени Ирина Меладзе почему-то уделила именно этой истории. Но потом, когда Борис Корчевников снова все-таки вернул ее касательно Ани Лорак, она сказала, что Ани Лорак немножко другая, и я ей верю. Она не стала бы обманывать. Все, что она говорила, это выглядело достаточно искренне. Ну, конечно, это было искренне. Вот мне лично так кажется, что большинство людей, кто видел это интервью, и кто знает Ани Лорак, или хоть как-то наблюдал за ней, все и верят. Ну, не все, конечно, многие осуждают, как мы с вами помним. Но, тем не менее, естественно, когда ты смотришь на Ани Лорак и на Анну Седокова, ну, уж простите, здесь как бы даже нельзя это все сравнивать, потому что я не хочу никак обидеть Аню Седокову. Она красивая женщина, безусловно, она молодец, добилась всего, чего хотела. У нее там тоже своих куча проблем, мы сейчас-то не будем обсуждать. Но вот я просто ставлю на чашу весов Седокову и Лорак, и понимаю, что Лорак — это же талант, это одаренная женщина, которую Бог поцеловал. Анна Седокова на фоне ее просто, ну, простите, рядом не стоит. Поэтому, конечно, когда у тебя есть талант, ты понимаешь, что ты можешь пробить себе дорогу в шоу-бизнес благодаря своему дару. А так как ты не обладаешь ничем, кроме красивых форм, естественно, пока ты молодая, это я сейчас правню Седокова, то, конечно, нужно максимально быстро устроить свое светлое будущее. Но, как мы с вами поняли, ей не удалось на себе женить ни Валерия Меладзе, ни Константина Меладзе. Но она была максимально настойчивая и неприличная, это мы уже все поняли. Хоть Ирина Меладзе и не назвала ее фамилией, но я на 99,9% уверен, что речь шла именно о ней. А вы мне, кстати, напишите свои версии. Ну, а кто еще? Надежда Мейкер? Я не думаю. Хотя она тоже, конечно, сексуально достаточно женщина, но, насколько я помню, у нее были все-таки другие мужчины. И мне вообще кажется, что Надежда Мейкер, она была фавориткой не Меладзе, ни одного, ни второго, а продюсера Костюка. Вот почему-то я думаю, что именно Дмитрий Костюк с Надей Мейкер что-то имел. Это мои лишь предположения, но я слышал такие слухи. Но, как говорится, нет дыма без огня, поэтому слухи так просто не рождаются. Это вот мое такое личное мнение. Ну, а касательно Ани Лорак, естественно, она сказала, что, как вы поняли, она и верит. Слава Богу. Но она так красива очень про эту историю, она так максимально деликатно пыталась об этом всем говорить, поверхностно не углубляясь сильно, чтобы не ранить ни в коем случае ни Константина Меладзе, ни Валерия, бывшего своего супруга. Вот видите, несмотря на то, как с ней поступили, а поступили с ней максимально отвратительно и грязно, она все равно очень культурно говорит о своем муже. А все почему? Потому что у них общие дети, и это абсолютно правильно. Это, кстати, вот хороший пример, когда вот женщина себя повела очень правильно, с той точки зрения, что она не стала все это превращать в какой-то ад, потому что у них есть общие дети, и несмотря на то, что они разошлись, для детей, понятное дело, хорошо, когда здоровые отношения и с мамой, и с папой. То есть она не стала настраивать дочерей против отца, и за это ей можно сказать огромное спасибо. Вот, кстати, многие женщины должны поучиться у нее. Да, конечно, это сложно, когда тебя так предают, но так бывает. К сожалению, это жизнь, и куда от этого не деться. А устраивать вот эти вот все грязные истории, ходить по ток-шоу потом по всяким Малаховым и так далее, вот это вот ужасно. Поэтому Ирина Меладзе, конечно, очень мудрая женщина, настолько она все правильно сделала, я представляю, как ей было это все сложно. Ну и самое главное, что она не отрицает того, что в шоу-бизнесе очень много грязи. Она много всего видела лично, конечно, она не стала об этом говорить и рассказывать, но она нам дала четко понять, что шоу-бизнес – это такое болото, в которое лучше даже не заходить, потому что можно утонуть в момент. Именно по этой причине она сразу поняла, что своих дочерей она ни в коем случае не отправит в шоу-бизнес, потому что она знает, что там происходит. Несмотря на то, что есть у них влиятельный папа, дядя, но тем не менее, учитывая такие железные аргументы, Ирина Меладзе сказала, что мои дети в шоу-бизнес не ногой. И правильно сделала, потому что там, как вы понимаете, любой здоровый человек превратится в неадекват полнейший. Ну и самое важное, это, естественно, когда речь зашла про Альбину Джанабаеву. Вот здесь вот мне очень понравилось, как она сказала, прям с языка сняла. Играет без правил, охотница, манипулятор. И все, мы это с вами прекрасно понимаем, потому что лучше не опишешь Альбину Джанабаеву. Да, действительно, Альбина Джанабаева, как и Вера Брежнева, это типичная охотница, и Анна Седокова, и таких очень много. Их настолько много, что, к сожалению, на сегодняшний день многие люди считают, что порядочных людей там практически нет. И что вот, когда смотрят на таких женщин, которые приходят туда с определенными целями, и ради которых они готовы пойти на всё, переступить через всех, пройтись по головам, в общем, там, как вы понимаете, там нет никакой ненравственности, ни совести, никакой морали. У этих людей нет ни чести, ничего. Они следуют к своей цели любым способом. И именно за таких людей у нас складывается впечатление, что там других не существует. Но нет, есть другие, такие, как Аня Лорак, и многие другие, я уверен, которых, к сожалению, даже не видно и не слышно, им просто не дают медийное пространство для того, чтобы мы о них знали. Но поверьте, их достаточно много, тех самых девушек и парней, которые не готовы таким способом устраивать свою карьеру. Но, как мы с вами понимаем, им не дадут добиться того успеха, который есть у тех девушек, которые согласились на это всё, сами понимаете, через что. Она не стала, кстати, её никак там не оскорблять, не поливать грязью. Она вообще очень красиво обо всех говорила, максимально культурно, мудро, правильно. Не устраивала никаких истерик. Чего не скажешь про Альбину Джанабаеву, которая, мало того, что все эти годы врала, рожала детей, и Ирина Меладзе её с этим поздравляла и даже не подозревала, что это ребёнок от её тогда нынешнего ещё мужа. Ну и все вы знаете, что Альбина Джанабаева была тоже в интервью у Ксении Собчак вместе с Валерием Меладзе. И там она тоже прокомментировала Ирину Меладзе. Вот её цитата. «Я никогда об этом не говорила, но в качестве опровержения хотелось бы высказаться. Была такая информация, что я была вхожа в дом и дружила с первой женой Валерия. Это всё неправда, конечно же. Ни с кем я никогда не дружила». Также она признала, что после их свадьбы с Валерием Меладзе на неё брушилась волна хейта, с которой было очень тяжело справляться. И вот что она дальше продолжает, цитирую. «Было столько всего, что не хотелось выходить из дома. На тот момент я обладала качествами, которые помогли мне справиться с этим. Сейчас я не уверена, что смогла бы». Ну, Альбина, а как ты хотела иначе? Ты пришла туда, куда не нужно. Знаете, вот говорят, он плохой. Да, понятное дело, что мужики, которые идут, будучи женатыми, на сторону, но, естественно, ничего хорошего о них сказать невозможно. Но и женщины, которые соглашаются, они, извините, такие же. Потому что, вот смотрите, у меня даже было тоже в жизни много примеров, когда люди находились в браке, и мне тоже предлагали в качестве быть любовником, там, или просто заняться сексом. Простите за такие подробности. Но я говорил, что нет, мне это всё не надо, потому что я привык так. «Не моё, значит, нельзя это трогать». Вот так я живу по таким правилам. Но, как вы понимаете, многие люди живут без правил. И именно Альбина Джанабаева одна из них, как и Вера Брежнева. Им было вообще плевать. Женаты, неженаты. Главное, что зацепить мужика, начинать им манипулировать, крутить, а тут ещё и забеременела. Правильно. Что ему остаётся делать? Собственно, то, что он и сделал. Женился в итоге на ней, потому что, как вы поняли, цель достигнута. Можем её с этим поздравить. В общем, вот так вот высказалась Альбина Джанабаева. Не знаю, на чьей его стороне в этом случае. Кому вы больше верите? Ирине или Альбине? Уж я лично больше склоняюсь к тому, что здесь более правдиво говорит Ирина Меладзе не только потому, что её предали, и она вроде как жертва. Нет, вообще не поэтому. А потому что, даже когда смотришь на одну и на вторую, ты понимаешь, где больше правды. Ну и потом нужно не забывать, что люди из шоу-бизнеса, они очень хорошо играют на камеру, врут, так же, как и политики. Они одинаково врут, честно. Там правды практически нет никакой. Они говорят только то, что выгодно им. Им абсолютно неинтересна другая точка зрения. Ну и сама подача. Понимаете, когда об этом говорит Ирина, она как-то спокойна. Когда об этом говорит Альбина, то чувствуется какая-то, знаете, типа ещё претензия, мол, а что вы от меня вообще хотите? Ну, Альбина, как бы ты пришла, ты знала, что там есть семья, но тем не менее не побрезгивала и увела мужика. По-другому я это сказать не могу. Из этого интервью также я понял, что они очень хорошо общались с Яной Меладзе. Я не знаю, как они сейчас поддерживают связь или нет, но тем не менее, я так понимаю, что им обеим есть много чего рассказать интересного, но я понимаю прекрасно, что ни одна, ни вторая не станет этого делать, потому что у них есть общие дети, именно поэтому они не хотят устраивать всю эту грязь. И вот, кстати, вот это вот очень правильно. Пусть многие другие публичные люди поучатся у них. Ну и хочется закончить всю эту историю той самой песней, которую Константин Меладзе и Валерий Меладзе спели дуэтом. Песня «Мой брат». Собственно, слова в этой песне говорят обо всём. Тут, как говорится, не добавить, не убавить, всё ясно, как белый свет. Я уверен, что когда бывшие супруги, братьев Меладзе, услышали эту песню и прочли текст, я больше чем уверен, что им было это максимально неприятно, потому что в этой песне прям всё говорится, как есть. Что они полжизни привыкали, а надо было просто уйти. Но ушли, да и ушли. Но не всё так плохо. Вы знаете, есть в этой истории очень хороший момент, потому что я всегда говорю, что в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то плохое. Чего-то больше, чего-то меньше. Да, как мы с вами поняли, и в Валерии Меладзе, и в Константине Меладзе есть много пороков, нехороших вещей. Но хочется сказать и хорошее всё-таки, что я для себя отметил. Что Валерий Меладзе, я так полагаю, что и Костя Меладзе, несмотря на то, что они, конечно, наделали много грязных, плохих вещей, но это никак не отразилось на их детях. И вот это вот самое главное, что они поддерживают своих детей, что они остались в хороших отношениях. Слава Богу, что отцы они оказались всё-таки хорошими. Ну и в целом, ни в коем случае не перестали с ними общаться. И, кстати, ещё такой момент. Ирина Меладзе сказала, что их общие дети общаются с отцом, с Валерием Меладзе, само собой, встречаются часто, и он активно принимает участие в их жизни, но они никогда не были вхожи в их дом с Альбина Джанабаева, и вообще не общаются с ней. Я представляю, насколько было бы тяжело в этой всей ситуации, наверное, самому Валерию Меладзе. Мне вообще кажется, что вот с этим всем грузом жить очень сложно, потому что я считаю, что именно тот человек, который делает вот подобные вещи, это вот тот камень, который будет всю жизнь лежать у него на сердце. Ну это я так думаю. Хотя, возможно, и не так. Есть такие люди, которые даже не понимают, что они наделали. Ещё, кстати, мне очень понравилась фраза Ирины Меладзе в этом интервью о том, что после всей этой ситуации она сказала, что, во-первых, она благодарна всем и каждому, потому что её жизнь максимально поменялась в лучшую сторону. Как мы с вами поняли, она всё это время сидела дома и мыла посуду, так скажем, ждала своего мужа с гастролей. Теперь она принадлежит сама себе. Она зажила полноценной жизнью. И вот что она сказала, цитирую. Нельзя так уходить в семью, нельзя так служить мужчине. Про себя обязательно нужно всегда помнить. И я считаю, что это очень правильные слова. Помните их. Возьмите себе эти слова на заметку. Возможно, они вам очень даже пригодятся, потому что я понимаю, что у многих людей есть семьи, там много забот, хлопот и так далее, но про себя никогда забывать нельзя. Ни в коем случае. И отдавать себя максимально на 100% чему-то или кому-то так тоже нельзя, потому что самый главный человек в нашей жизни в первую очередь это мы сами. Поэтому любите себя обязательно. Без этого ну никак. Поэтому на этой хорошей ноте я и закончу свой монолог. Надеюсь, вы дослушали до конца и не устали. Вообще, если честно, вот это то самое интервью, которое ты смотришь и понимаешь, что вот нет в нем какой-то грязи. Обычно вот посмотришь какой-то выпуск или интервью и вот такое впечатление, как будто тебя окунули в какую-то канализацию, тебе хочется быстренько принять душ. А вот здесь наоборот. Я бы слушал и слушал. Но настолько приятный человек. Очень. Спасибо Ирине Меладзе за это интервью. Делитесь своими впечатлениями. Я уверен, что многие из вас уже посмотрели. Что скажете? Все, как всегда, обсудим в комментариях под видео. Ну и самый главный вопрос. Совпадает ли наше с вами мнение? Действительно ли Ирина Меладзе говорила про Анус такого, как я думаю? Или кто-то там был другой? В общем, пишите все, что думаете по этому поводу. Все, как всегда, обсудим в комментариях. Всем огромное спасибо еще раз за вашу поддержку. Надеюсь, ваше лето проходит очень хорошо. Не ходите по другим каналам, а если уходите, обязательно возвращайтесь, потому что я всегда вас здесь буду ждать. Всем желаю хорошего настроения. Услышимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока-пока.